Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал 7 Семян и я, Лариса Зарубина. Сегодня мы будем с вами вместе сажать томаты. Пришло время высаживать томаты в открытый грунт. Возникает сразу закономерный вопрос, а когда же сажать томаты в открытый грунт? Температура почвы должна держаться в диапазоне 16-18 градусов. Если почва у вас меньше 15 градусов, я не рекомендовала бы вам сажать томаты. Дело в том, что в такой холодной почве корневая система не работает. И томаты начнут страдать, и начнут показывать это пожелтением листвы и различными пятнистостями, а могут вообще даже покраснеть. Поэтому, друзья мои, 16-18 градусов и приступаем к посадке. Итак, но прежде чем высаживать, мы должны сделать несколько мероприятий. Первое мероприятие. За 10 дней до посадки томатов мы их проливаем монокалийфосфатом. Это удобрение фосфорно-калийное, которое способствует разрастанию, наращиванию хорошей корневой системы. Для томатов это важно очень. Да, в принципе, даже и для любых овощей, будь то перцы или баклажаны, монокалийфосфат за 10 дней. 7-5-7 грамм на 10 литров воды. И проливаем. Это за 10 дней. Накануне дня посадки, то есть буквально за 3-4 дня, можно за 5 дней, то есть смотрите по времени вашему, берем томат в руки. У меня вот низкорослый томат, гном пурпурное сердце. Что я делаю? Обрезаю все листочки, которые будут касаться земли. Но обрезайте, пожалуйста, их заранее. Почему я говорю, что заранее это нужно сделать процедуру? Дело в том, что вот эта ранка должна обязательно просохнуть. Поэтому нельзя делать эту обрезку накануне, в день высадки. Заранее режем, монокалийфосфатов мы полили. И теперь фактически за день обрезали томаты, и в этот же день, можно на следующий день, смотрите по времени, обязательно обработайте томаты по листу эпином. Это антистрессовый препарат. Можно вместо эпина взять циркон, но эпин лучше в данной ситуации работает. Можно вместо этого взять янтарную кислоту, пролить почву. Это все антистрессовые препараты, которые помогут томатам, впрочем, как и всем любым другим овощам, пережить стрессовую ситуацию. А любая пересадка – это стрессовая ситуация. Все, томаты мы подготовили. И, друзья мои, на дачу их, на дачу ставим и приучаем их к солнцу. К солнцу и к свежему воздуху. Будем их постепенно приучать к открытому грунту. В идеале, конечно, лучше эту процедуру сделать за 2 недели. Ну, если вы человек рабочий, вам, конечно, некогда эти танцы с бунглом делать. Поэтому у нас всегда получается все это стихийно. Сегодня привезли и сегодня же сажаем. Ну что ж, такая ситуация тоже допустима. Но тогда есть некоторые секреты, которые вы обязательно должны учесть. Итак, ну уж цирконом, пожалуйста, полейте. И лисе заранее обрежьте, если вы уже все-таки решили все в один день сделать. Хотя бы эту процедуру сделайте заранее. Итак, приступаем теперь к самому моменту посадки. Помните, друзья мои, что на одно и то же место томаты нежелательно сажать. Но если у вас нет такой возможности менять каждый год площадь и менять грядки, тогда сидираты, сидираты, сидираты. И перед посадкой томатов обязательно пролейте за несколько дней почву. Или фитоспорином, или трихоцинов. Если у вас особенно в прошлом году были болячки. Эту процедуру не сбрасывайте со счетов, сделайте обязательно. Итак, наступил долгожданный миг посадки. Что мы должны сделать, друзья мои? Конечно, выкопать лунку. Насколько глубоко копать? На штык лопаты. Штык лопаты это оптимальное решение. Но смотрите, я специально здесь вам приготовила разные томаты. Это не скорослые томаты, а вот это высокорослый томат. Естественно, в домашних условиях томаты всегда вытягиваются. Это неизбежный процесс. И как бы мы ни спасали, ни старались, результат у нас все равно один и тот же каждый год. Томаты вытягиваются. Ну, в принципе, я не хочу сказать, что не больно-то сильно он вытянулся. Ну, есть, конечно, потянутость, но незначительная. Поэтому я его буду сажать вот в заглубление. Вот так. Если у вас сильно вытянутые томаты, тогда кладем их в канавку. Лежа укладываем на бочок. А макушку поднимаем. Это для сильно переросших томатов. Самый главный момент, друзья мои. Если у вас переросший, тогда роем канавку. Если у вас размер позволяет нормально, то есть вот если штык лопаты, то у меня получится где-то вот так. Вот так. То есть, в принципе, меня все устраивает. Поэтому я буду рыть на штык лопаты. Мне этого достаточно. Друзья мои, лунку я выкопала. Теперь обязательный тест. Рука. Руку опустите на дно ямы. Если вам холодно руке, вы чувствуете, что холодная земля, тогда еще она не готова к тому, как говорится, принять томаты. Если все-таки это неизбежный процесс, вы должны высадить, но тоже такая ситуация бывает, тогда я рекомендую вам пролить лунки горячей водой, но не кипяток. Пусть температура воды будет градусов 60. Для подземных жителей и, скажем так, и полезных бактерий вреда это не несет. Когда вода соприкасается с почвой, она, естественно, уже становится не той температурой, а становится более прохладной. Поэтому никакого вреда она не нанесет. Не беспокойтесь. Это будет очень важно. Если мы посадим томаты в холодную лунку, корневая система туда вглубь не пойдет. А нам нужно, чтобы корневая система шла вниз, а не вверх. Поэтому, если там холодно, томат не пойдет туда. Поэтому проливаем теплой водой. Дальше что мы должны сделать? Это тоже обязательно. Каждый год я сажаю томаты по-разному. Экспериментирую, ищу какое-то самое оптимальное решение. И каждый год у меня получаются, конечно же, разные результаты, разные выводы. В этом году я буду сажать, при посадке буду добавлять одну столовую ложку мела. Дело в том, что томаты... Столовая ложка без верха. Дело в том, что томаты, в принципе, как и все овощные культуры, не выносят кислый состав почвы. Поэтому, если у вас почва кислая, заранее сделайте эту процедуру. У меня почва не кислая, но на всякий случай, потому что буду применять различные удобрения. Поэтому я сюда добавляю мел для того, чтобы кислотность в зоне корней не повышалась. Добавляю мел. Добавляю или хорошо перепревший навоз, или компост, или же биогумус. Сейчас я в эту лунку добавлю хорошо перепревший конский навоз. Две столовые ложки. Это более чем достаточно. И столовую ложку золы добавлю. Можно две столовые ложки золы. Если у вас ее много, добавляйте две столовые ложки. Все. Это я все хорошо перемешиваю. Добавляю почву смесь, которую я выкопала. Она у меня хорошая. Осень я сюда внесла компост. Все, друзья мои. Вот у меня посадочная лунка готова. Сейчас я ее пролью водой. В воду можно добавить фитоспорин. Или же укоренитель. На одну лунку нам нужно вылить 3 литра воды. Для чего так много, вы мне сейчас скажете. Если у вас идет сезон дождей, как у нас, сейчас мне 2 литра будет достаточно. Если почва у вас сухая, тогда лейте до 3-4 литров воды. Дело в том, что мы после посадки томатов не будем поливать их. В районе 10-14 дней. Это 2 недели. Почему мы столько долго времени не поливаем? Вот этого запаса влаги им хватит надолго. Корневая система будет за этот период времени адаптироваться, развиваться, укореняться. И томат, скажем так, ему в этот период времени лишняя влага не нужна. Поэтому поливаем и мульчируем. Так, все. Сейчас у меня почва, вода уйдет. И я сюда поставлю томат. Не забудьте подписать томаты, чтобы вам не перепутать, какие сорта вы посадили. Вот смотрите, у меня я специально оставила листик вам показать, как обрезать. Вот так. Отступив от стволика, буквально 2-3-4-5 миллиметров и отрезайте. Эту процедуру, как я уже вам сказала, нужно сделать, конечно же, заранее. Не в день посадки. Ну, вот я вам специально просто оставила. Теперь важный момент. Перед высадкой томаты можно поливать, можно не поливать. Некоторые садоводы, которые продвинуты, давно сажают, рекомендуют вообще не поливать томаты перед высадки в грунт. То есть буквально за 2-3 дня мы прекращаем все поливы. Лучше держит корневая система, не разваливается, корешки не страдают. Ну, здесь смотрите уже сами. Я буквально позавчера их полила. Ну, так как объем горшка маленький, корневая система всю, конечно, влагу впитала. И в результате, вот смотрите, видите, ком он уже фактически сухой. Вот какая хорошая корневая система получилась. Даже немножко у меня разваливается. Все, вот я сейчас в этот момент могу поставить томат в посадочную лунку и еще раз пролить его водой. Пусть он питается водой. Смотрите, у меня как раз сейчас произойдет вот, то есть когда я подсыплю почву, у меня произойдет то, что почва будет вот в этом уровне. Как раз то, что мне и надо. Все, я досыпаю земли. Вот так. Устанавливаю еще раз, прижимая томат. И в это время я оставляю опору. Колышек, которым я буду подвязывать томаты. Я уже знаю, как у меня располагается корневая система, поэтому я совершенно спокойно вставляю и подвязываю его. У нас сегодня сильный очень ветер, поэтому томат в любом случае я закрепляю. Как подвязывать? Важный момент. Восьмерочкой вот так перекрещиваем и подвязываем сюда. Все, посадка у меня завершена. Не забудьте подписать сорт, еще раз все замульчировать, еще раз пролить, если у вас очень сухо. Вот листики, которые касаются земли, это, в общем-то, скажем так, не очень хорошо. Поэтому вот сейчас я посадила, но буквально через неделю, после того, как томат укоренится, даже через две недели, я эти листики уберу. По одному постепенно уберу. Сейчас я уже убирать не буду, так как я уже накануне убрала два листочка. Для томата это все-таки будет стрессовая ситуация. Я прижимаю, вставляю надпись, чтобы мне не потерять сорт. Все, посадка у нас завершена. Если вы человек занятой, у вас нет просто вот таких органических удобрений, тогда можно использовать любое комплексное удобрение. Можно даже простой нитромофоску. Одну столовую ложку на лунку. Но обязательно перемешайте с почвой, чтобы удобрения не соприкасались с корневой системой. И этого будет достаточно для полноценного питания на первых этапах. Друзья мои, еще делаю акцент на то, чтобы, смотрите, пожалуйста, томаты это жирующая культура. Они очень часто уходят в жирование. Поэтому с азотом будьте всегда аккуратны. Не добавляйте азот в посадочную лунку для того, чтобы не вызвать излишнее количество роста вот этого зеленой-зеленой массы и отсутствия плодов. Вот именно азот вот этому грешит. То есть, если мы сейчас внесем много азота, будет красивый томат с зелеными изумрудными листьями, сильный, вот с таким стволом, но с отсутствием плодов. А нам же плоды нужны. Поэтому с азотом не увлекайтесь. Азот будем дозированно вносить по мере требования томата во время рассадного периода. То есть, когда он будет расти, мы увидим, что ему не хватает и, соответственно, добавим. Причем будем добавлять даже, скорее всего, по листу. Это более эффективно и быстрее. Быстрая подкормка. Ну и подкорень, конечно же, тоже будем добавлять. После посадки обязательно замульчируйте томат. И, внимание, как бы вы ни закаляли, как бы вы эту процедуру не делали качественно и хорошо, томат все равно будет уязвим. Брос он у нас в тепличных условиях или в домашних условиях, а значит, реакция на солнце будет однозначна. Поэтому томат первые, ну, наверное, 5 дней обязательно притяните. Ставим дуги и накрываем укрывным материалом. Можно даже самым тонким. Основная задача укрывного материала защитить от пагубного воздействия солнца. А иначе молодой томат, вот такой пересаженный только что в грунт, получит ожог листиков. И вы будете очень переживать, что у вас томаты побелели или покраснели. А это точно случится. Солнце не древнее. Солнце сейчас очень такое коварное. Накрываем и даем адаптироваться к солнцу. И еще важный момент. Не кормите томаты сразу же после посадки. Очень частое явление, когда мне пишут и говорят, что через сколько можно начать кормить томаты. Друзья мои, через 2 недели, не раньше, можно приступать к кормлению. И то бы я вам советовала воздержаться. Если вы хорошо заправили посадочную яму, а мы хорошо заправили посадочную яму. Поэтому первых, ну, 3 недели точно никакой кормежки. Все, друзья мои, я прощаюсь. Желаю вам удачной посадки и хорошего урожая.